Ульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Несмотря на то, что у меня уже много видео и статей о межпозвонковых грыжах, протрузиях и проблемах, связанными с ними, мне продолжают приходить однотипные и повторяющиеся вопросы. Поэтому я решил рассказать вам еще один раз, коротко, тезисно, как и что делать по порядку, если у вас грыжа или протрузия. Причем дам рекомендации по ЛФК, тренировкам и приеме добавок. Данная информация будет полезна как тем, кто уже получил проблемы с позвоночником, так и тем, кто хочет их избежать. С чего начать, если у вас возникли боли и подозрения на грыжу? 10 шагов на встречу к здоровью спины. Первый шаг. Снизить до минимума или по возможности исключить полностью сидячее положение. Шаг номер два. Начать больше ходить пешком. Минимум 30-40 минут перед сном, каждый вечер. Третий шаг. Начать делать специальную гимнастику. Минимум 3 раза в сутки. Эту гимнастику вы можете увидеть уже не в одном ролике на данном канале. Шаг номер 4. Начать делать экстензии и гиперэкстензии. Шаг номер 5. Снизить рабочие веса в таких упражнениях, как приседания и становая тяга. Полностью исключить упражнения в наклоне. Никогда не делать упражнения в наклоне сидя. Даже если у вас нет проблем с поясничным отделом позвоночника. И вы хотите их избежать. Шаг номер 6. Начать принимать добавки. Аргинин, витамин D с кальцием и омегу-3. Шаг номер 7. Принимать комплексные витамины и улучшить качество питания и самой пищи. Шаг номер 8. Выполнять растяжку на все мышцы. Самомассаж и массаж. Но ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях не посещать мануального терапевта. Шаг номер 9. Посещать бассейн хотя бы раз в неделю. Заключительный десятый шаг это укреплять мышечный комплекс всего кора и растягивать. Изучить понятия фазических и тонических мышц. Более подробно и обоснованно обо всех 10 вышеперечисленных шагах вы сможете узнать на моем сайте hmgym.ru в видео и статьях. Дальше же я затрону еще одну важную тему, вызывающую недопонимание. И частые споры и вопросы. Когда начать реабилитацию? Вот почему так жизненно важно ходить всем нам пешком. И тем, у кого спина больна. И тем, кто не хочет иметь проблемы с позвоночником вообще в принципе. Только так мы можем обеспечить диск всеми питательными веществами. При условии, что будем получать их с пищей. И добавками, конечно же. Думаю, теперь становится понятно. Причина такого резкого омоложения проблем с позвоночником. Уже в детском возрасте. А что мы ждали, когда загоняем растущий организм по 6 дней в неделю с самого утра за парты? Где по 45 минут беспрерывно сидящий растущий организм, без поступления питательных веществ в позвоночные диски, затем еще домашку делает дома. И молодой детский организм, который должен бегать, прыгать, играть, лазить, развиваться, чтобы полноценно расти, чахнет, как цветок без воды. В прямом и переносном смысле. Дальше по накатанной. И чем взрослее, тем хуже становится ситуация. Надеюсь, данная информация заставит вас по-другому взглянуть на свой образ жизни и на жизнь вашего ребенка. И именно вы придете в следующий раз на родительское собрание и заставите учителей поднимать каждые 15-20 минут детей из-за парт. Хотя бы на 60 секунд. И сами будете делать это на работе, в институте и просто в жизни. Обязательно поделитесь данным видео, сделав репост. Пусть все наши дети, друзья, товарищи имеют понятие, как сохранить свой здоровый позвоночник. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА